Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Подагра это тяжелое заболевание обмена веществ. На данный момент наблюдается в мире рост количества заболевших подагрой. Чаще всего подагрой страдают именно мужчины. Спутники подагры – частое застолье, переедание, шашлыки, гулянки с переизбытком мясной и белковой пищи. Естественно, все это сдабривается еще алкоголем. Все это вместе и может дать у определенного организма толчок к нарушению обмена веществ и возникновению этого тяжелого заболевания. Сейчас я быстро расскажу, что нельзя есть при подагре или кушать в очень маленьких количествах. Очень важно, нельзя употреблять любые продукты, богатые пуринами. Это бобовые. Фасоль, горох, соя, чечевица, далее шпинат, помидоры, то есть томаты в любом виде. Следующие виды продуктов – это мясные субпродукты. Почки, легкие, мозги, печень, любых животных в любом виде. Далее, дичь, любая дичь. Раки. Уменьшаем жирные сорта мяса до минималки. И жирные сорта рыбы. Следующие виды продуктов – это молодое мясо. Телятина, молодая баранина, куры, бройлеры и так далее. Следующий вид продуктов – консервы из мяса и рыбы. Любые. Тушенка, например. Ну, из рыбы что там? Сардины и так далее, и так далее. Все в консервах. Следующие виды продуктов – любые колбасные изделия. Сосиски, сардельки, колбаса копченая, вареная, сырокопченая, копченые виды мяса, шашлык. Далее, напитки. Любые сладкие напитки. Ситро, кока-кола и так далее. Алкогольные напитки. Особенно сладкие напитки – вино и пиво. Естественно, энергетические напитки также подпадают под запрет. Ну и, конечно же, крепкий чай и кофе. Конечно же, любые напитки, содержащие фруктозу, а также нельзя есть мед. Ну и не забываем, что людям, страдающим подагрой, нельзя есть, особенно в больших количествах, то есть еженедельно, различные навары из костей. То есть, если вы что-то и отвариваете, какой-то делаете бульон, это должно быть постное мясо, без шкурки, нежирных сортов. Никаких ножек, буша и чего-то подобного, из которых потом бульон берет костные все составляющие, вам нельзя. Все перечисленные продукты препятствуют выведению мочевой кислоты. Если мочевая кислота застаивается в больших количествах, образуются первое – очень сильные приступы боли. Второе – на втором этапе образуется уже очень сильное отложение, даже бугры и уплотнение мочевой кислоты под тканью. Лучше все-таки больным подагрой пить талую воду или родниковую. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok